Всем здравствуйте! Время 05-06. Пошел я послушать токти деревинные. До них где-то примерно километра полтора остается и что-то я их вообще не слышу. То ли их кто-то там уже разогнал, то ли я по каким-то причинам не слышу, но пошел-то я раз именно посмотреть, так что я особо не тороплюсь, если они там такуют, они еще такуют, остановился на такой луже, подразничьи линию попробовать. Ну вот как-то вот так. В общем, время 05-22. Здесь утки нет, но стало слышно тетерево. Вот за этим лесом поле, там за полем еще небольшой лес, там где-то на следующем или еще через поле, где-то примерно там звук и оттуда откуда-то звук слышно. Сейчас я выйду на это поле и дальше будем слушать и смотреть. Но это так я, пытаясь натыкаться на тетеревинные не так слышно их далеко, за несколько километров. Километр-два в хорошую погоду слышно их прекрасно, когда сидят булькают, когда чуфыркают, дерутся. Там не так далеко слышно. Но начало, если где-то когда-то слышал вечером или утром направление, где пытаются они таковать, если не слышал, то все равно кто охотится, тот представление имеет, где тетерева бывают, держатся. И, в общем, надо выдвигаться в том направлении. Анна, буду рассказывать от себя, как я делаю. А то получается, как будто я советы даю. Потом буду в комментариях ругать. В общем, выдвигаясь в том направлении, неспешно, на рассвете, когда можно сумерки, когда можно. Вот такая уже красота. Сейчас уже должны поактивнее атаковать. Погода, погода плюс 2, где-то плюс 3, наверное, сегодня. 21 число апреля до открытия 8 дней. Как бы еще не сама активность только, еще не очень активно они такую. И все, выдвигаясь в предполагаемое место обитания, где эти тетерева держатся часто осенью или весной или летом их вижу. И слушать. Главное слушать и смотреть, где-то засветится на березе сидеть. Его тоже далеко видно. И там будем дальше уже пробовать подходить, наблюдать. Ну а пока иду. Еще километр примерно. Предполагаю. Моя место сейчас остановился. Вот слева шумит, звук доносится. Прямо пока не слышу. Где-то там така были токли. Сейчас пройду, там еще включусь. Жаль его было. Одна рубашка осталась. Ну как жаль. Жаль только сначала было. А потом не жаль. Зона-то все равно моя. Коза меня, в общем, услышала. Коза меня, в общем, услышала. Коза меня, в общем, услышала. Это не есть хорошо. Коза меня, в общем, услышала. Здесь у козла то ли ухо, то ли снизу. Там еще отростки. Роката здоровый. Роката здоровый. Ладно, дома мы посмотрим на него. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Не поворачивается даже на меня. Вот так вот. Ну он сам тогда напросился. Вот так вот. 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 Вот так вот как вот оченьcussions. Если что-то будет, еще сниму, если чего-то больше не будет, то всем пока буду продолжать поиски тока и снимать это. Кому будет интересно, смотрите, кому не интересно, ждите тех роликов, которые вам интересны. В общем, пошел я дальше. Вот куда-то полетел, короче, Тетерев. Может здесь хотел сесть, меня увидел. Поляна, короче, хорошая, с елками. Я бы был Тетеревым, я бы здесь атаковал. Может быть их кто-то спугнул, может быть они здесь атаковали. По звуку бы примерно здесь. И вот на тех токах, где я сидел и ее выкладывал, обязательно они всегда два-три раза улетали. На одном такую, стабильно, раза три-четыре даже. Как по команде соберутся все, улетели через десять-двадцать минут обратно, когда сразу же прям обратно летят. Что у них там за ритуалы такие, не знаю. Ну тут уже прошло минут тридцать точно, после того, как они затихли. Сейчас по поляне похожу, посмотрю следы их жизнедеятельности. И в следующий раз примерно вот в этот район уже сразу выдвинусь. Ну как-то вот так вот. Вот она находочка. Ну вот как такую красоту не взять домой? Я не знаю. Берем. Вон котли хочет. Там, не знаю, там коза вроде. Вроде коза. Это рогатый. Попробую подкрасть. И тут Таня вроде влево. Попробую куда-нибудь к тем березкам подойти. Может подойдут ближе, если не вспугнул. Просто интересно проверить. Так, это не то. Ивоны, не ивоны. Пойду с мерью. Ну, в общем, ладно. Потом расскажу. В общем, коза-то меня услышала. Хотя выйти более открыто на поле к нему. И она меня услышала. А этот бестолковый. Ему пофигу. Так что сейчас, если коза успокоится. Вон она. То на поле я к ним не подойду. Не пойду, вернее. Зачем изобретать велосипед. Когда есть старая добрая русская поговорка. про гору, которая идет сама к Михаилу. Так что не пойду я их туда шуметь. Подожду когда они сами подойдут ко мне. Ну, как то, в общем, пока вот так. Продолжение следует...